Халлелуйя, ремблая Аминь Халлелуйя Халлелуйя Мы сердечно приветствуем всех Добро пожаловать на январский пост и молитву Январский марафон всегда был доброй, прекрасной традицией Благодарю всех вас, кто согласился встать на эту стартовую линию и пройти достойно эту дистанцию Поздравляю вас, спасибо, спасибо, спасибо Приветствуйте тех, кто рядом с вами Поприветствуй Поздравь, скажи Осталось семь дней Приветствуйте тех, кто рядом с вами Скажите несколько ободрительных, одобрительных слов Все-таки как много зависит от установки Иногда три дня никак не продержишься, когда нет установки А иногда один день постишься и до обеда Попощусь-ка от завтрака до обеда немного А потом Я очень рад, что у нас такая традиция Я предвкушаю великие Божьи благословения Знаете, потому что есть принципы Есть духовные принципы Бог смиренным дает благодать Бог гордым противится Несколько ответов на вопрос, почему мы постимся Потому что мы хотим переходить на другой уровень Мы хотим переходить от веры в веру и от силы в силу Мы не хотим топтаться на месте, поэтому мы постимся Второе Есть проблемы, которые решаются не только силою молитвы Есть такие проблемы, которые могут быть разрешены не иначе, как молитвою и постом Я думаю, этих твердынь, этих проблем, нерешенных у каждого из нас выше крыши И поэтому мы постимся для того, чтобы привычные твердыни Привычные проблемы, которые нас сопровождают почти как родственники Чтобы мы с этими родственниками расстались Наши родственники – это благословение, а не проклятие Амин И то, что иногда невозможно человеку Невозможно просто молитве человека Верующего даже То Господь говорит иногда Эти вопросы решаются не иначе, как молитвою и постом Почему мы постимся? Еще один ответ Потому что в следующем году нас ожидает множество сюрпризов Что-то ты уже осмыслил, что-то ты спрогнозировал, что-то ты уже смоделировал Но вы знаете, что вот такие посты и такая молитва в начале года Они гарантируют тебе и мне Эти чрезвычайные, непродуманные даже тобою и мною варианты Как себя правильно вести в этих незапланированных ситуациях Форс-мажор обязательно будет Тебя встретят люди, которых ты не ожидал Тебя обстоятельства встретят, которые ты не планировал И некоторые обстоятельства могут застать врасплох И мы хотим, чтобы когда наступают вот эти неожиданные форс-мажорные обстоятельства Чтобы они уже были Эти проблемы разрешены заранее во время молитвенного поста Мы не знаем, что в человеке Как написано Никто не знает, что в Боге, кроме Духа Божьего, живущего в нем Также никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого живут Я даже сам про себя не знаю К врачам лучше не идти Кто-то советует Надо регулярно проверяться Регулярно с тебя будут доить такие деньги Что если бы ты не знал и не болел бы Иди только, пойди У тебя и сахар заниженный И соль заниженная И перец заниженный И майонез заниженный И тебе скажут Вот это употребляй Вот это употребляй Они только и ждут тебя Потому что там целая цепь Я никогда не забуду Когда у меня где-то там Какая-то пробка появилась Вот там в ушах Я пришел в больницу к этой женщине Я думал Просто промой мне пробку Чтобы я хорошо слышал Она у вас хриплый голос Это означает Что очень низкая кислотность Вашего желудка Поэтому вам нужно проглотить кобру Я вообще обалдел Я тебе пришел просто Чтобы прочистить А кобру надо глотать И женщина Я пришел уши прочистить Какая кобра А кобра Когда идет туда Она все снимает внутри Что у тебя Говорю А вам-то зачем знать Что у меня вот там Внутри Ну потому что Голос хриплый Я говорю Да просто Часто использую Говорю Вот Не успел я закончить И разговор Открывается дверь Заходит мужик Ну что я кобру Поглотил И говорит И что дальше И я понял Что они там Круговая порука Типа я следующий Она мне уже телефон дает Ты будешь кобра Глотать Или очередной Вот и иди Проверяйся Да Вы знаете Лучше к самому главному Домашнему врачу идти Каждое утро Встаешь и говоришь Благослови душа Моя Господа И вся внутренность Святое имя Твое Благослови душа Моя Господа И не забывай Всех благодеяний И твоих Моя внутренность Эй Моя внутренность Ты здорова Если ты будешь Благословлять Господа Моя внутренность То Господь Будет благословлять Тебя Моя внутренность Не стонать Не роптать Не проклинать Ой, что-то там скрипит, наверное, уже опухоль, а здесь чешется, наверное, уже злокачественная, ой, а там понос, наверное, уже что-то там, какой-то бес принес или что. Хватит на себя наговаривать, когда меня спрашивают, как дела, я говорю, здоров, я вообще здоровый мужик вообще в таком возрасте, ну, немножко похудею, все после поста будет классно. Мы здоровые, мы самое здоровое общество в Латвии, это общество самых здоровых людей, ну, в смысле здоровых, вы знаете, каких. Поэтому, друзья, мы собираемся сюда для того, чтобы самые, может быть, непредсказуемые ситуации, они могли быть и решены. Друзья, повторяю мысль, никто не знает, что в Боге, кроме Духа Божьего, никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого. Так вот, пост – это тот момент, когда происходит информационный обмен, когда мы молимся на языках. Что происходит? Наш Дух, который все знает. Нас, вот от ног до головы, чего у тебя болит, чего у тебя не болит, догадываешься, не догадываешься, Дух все знает. И Он даже, минуя твой разум, чтобы ты не психовал и не паниковал, Он, твой Дух, передает Богу все тайны. Тайны от самого тебя даже. Бог все это знает, и по ходатайству твоего Духа, Дух Святой дает тебе Его информацию. Дух, Дух человеческий делает заявку Богу тайны, что мне нужно, что мне необходимо. А Дух Божий открывает нам волю Божью и Его благословение. Поэтому, когда молишься на языках, осознавай, что в этот момент происходит слияние, взаимодействие, вот это вот исполнение Святым Духом. И происходит информационный обмен. Мы Ему проблемы, а Он нам ответы. Я верю, что многие из нас в следующем году станут здоровыми. Здоровыми, как никогда. Зачем мы постимся? Чтобы быть здоровыми. Нас должно хватить надолго. Вопрос не в том, что ты можешь сделать сегодня. Вопрос, надолго ли тебя хватит. Я с Риком Реннером встретился. Ну, красавчик вообще. Он сказал, сколько он скинул, сколько у него килокалорий в день. Ну, я еще не дорос до такого уровня. Он бегает, он какие-то штанги поднимает. Он говорит, мы должны прожить еще лет пятьдесят. Ну, по вере твоей, да будет тебе. Кто-то говорит, мне бы до пятидесяти дожить. А тот говорит, мне еще пятьдесят. Вот, как говорят настоящие пятидесятники. Поэтому пусть вера наша возрастает. И я очень рад, что эта традиция объединяет все больше и больше людей. Я знаю, что постятся и молятся, и становятся частью вот этого движения молитвенного. Не только те, кто живет в Риге. Нас смотрят сегодня тысячи людей, которые находятся в других странах. И вы знаете, Богу это нравится. Как написано, когда народ мой, на котором именуется имя мое, смирится передо мною и отвратится от всех злых путей своих, я услышу их, я прощу грехи их и исцелю их землю. Сегодня это тема о чистоте и святости. Мы начинаем эту неделю с этого главного пункта. Воля Божья есть освящение наше. И этот вечер мне бы очень хотелось провести именно в божественном присутствии, который бы проверил нас, просканировал наши внутренности, просканировал наши укромные уголки нашего сердца, «Блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят». Для чего я пощусь? Для чего я смиряюсь? Я хочу узреть Бога. Я хочу увидеть Его. Я хочу Его слышать. Я хочу, чтобы все эти пробки, духовные пробки, они повылетали. Чтобы наша близорукость, она закончилась, и мы видели бы далеко то, что Бог делает. «Блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят». Сегодня вечер ревизии. И сегодня мы ходим перед Богом. И каждый из нас, мне кажется, имеет глубокий внутренний импульс. Как раньше мы у баптистов пели «Ближе Господь к Тебе». «Ближе Господь к Тебе». Хочу быть ближе. Хочу слышать Тебя. Хочу ходить во свете Твое. Хочу понимать волю Твою. Хочу креститься в Тебя, потому что все во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. Если мы вчера крестились вот так вот по лодыжку, может быть, время креститься вообще глубже, а может быть, просто нырнуть в этот поток. Воля Божья есть освящение ваше. Несколько месяцев Священного Писания предлагаю, и мы после этого будем молиться. Матфея 6, 16. «Также, когда поститесь, не будьте унылыми, как лицемеры». Мне нравится, когда Господь такие рекомендации раздает, и у Него всегда противопоставление. «Когда поститесь, не будьте унылыми, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы за три квартала видно было, что Он постится». Они принимают на себя такие лица, что за три квартала уже видно, что Он постится. «Не делайте так». Мрачные, чего запрещено во время поста делать? Первое. Не надо унывать, как лицемеры, и не надо на себя принимать мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. «А ты, когда постишься, помашь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Первое. Перед кем мы это совершаем? Кто-то ходит перед людьми, кто-то хочет произвести впечатление на окружающих людей, кто-то игнорирует людское внимание и пытается угодить Богу. И себе задай вопрос, перед кем ты постишься. Это очень уже известное правило, и вы его знаете, что на кого ты производишь впечатление, от того ты награду и получишь. Если ты производишь впечатление на людей, ходишь перед ними, хочешь произвести впечатление, доказать что-то, Господи, то это лицемерие. И если ты ходишь перед людьми, ты получишь людскую награду. Что такое людская награда? Человек посмотрит, да, изо рта пахнет лица, унылые и мрачные лица точно подальше от него. Но вообще-то он молодец. Я не знаю, ну, что такое перед людьми? Я не знаю, какая человеческая награда? Что такое человек? Сегодня он хвалит, завтра он тебя может обругать. Но вы знаете, есть какая-то внутри зрелость, наверное, когда ты игнорируешь, тебе все равно, что ее скажут люди. Тебе все равно, что подумает тот или что подумает рукой. В конце концов, если пост имеет награду, а здесь написано, что они уже получают награду свою, я верю, что пост имеет награду. Ходишь перед людьми, награду получишь от людей. 30 лайков или там, кто еще лайк будет. А если ты ходишь перед Богом, то ты от Бога получишь награду. Я верю в награду. Я верю в великое воздаяние. Я верю в том, что когда мы смиряемся перед Богом, проверяем свое сердце, когда мы готовим путь нашему Господу и просим, чтобы 2019 год, год 30-летия нового поколения, год, в который столько сюрпризов и неподготовленными входить в этот год, это катастрофа, это неосмотрительно, это непростительно. Поэтому, понимая эту ответственность, как провести 30-летие, это серьезный рубеж, что Бог запланировал. Мы молиться будем, говорим, Господь, одно дело, когда мы планируем, но второе дело, покажи, как ты видишь этот год, эти события. Какие события будет диктовать это время и какая моя роль в этих событиях. Господь, я хочу смотреть на себя твоими глазами и хочу исполнить то, что ты желаешь. Есть великая награда. Награда – это благословенные события, которые будут происходить в течение 2019 года, в течение всего года и как завершение. Будьте здоровы. Видите, когда 30-летие дошли и дух поддакнул, сказал, да, будет великое торжество. И в ноябре у нас будет этот великий праздник. Поэтому мы хотим, чтобы вот этот пост и молитва, они приготовили дорогу для нашего Господа в каждый месяц. Дальше. 19 стих. Он относится к предыдущим стихам, которые мы прочитали. Обычно, когда читаем про пост и молитву, мы заканчиваем 18 стих и говорим, что «Отец, который втайне, он воздаст тебе явно». И точка. Нет, мне кажется, мысль про пост и про награду, которую этот пост имеет, эта мысль продолжается и дальше. Давайте прочитаем. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут». Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что мы делаем во время поста? Если мы говорим про награду, я абсолютно убежден во время этих служений, во время этой недели, когда мы будем смиряться, когда мы будем раскаиваться, когда мы будем сокрушаться перед Ним, когда мы будем просить Его благодати и когда мы будем показывать Ему, потому что мы абсолютно зависим от Него, мы будем собирать себе сокровища на небесах, которые в свое время будут отданы в твои руки. Запомни эту мысль, и она очень важна, и она очень конструктивна. Во время поста мы собираем себе сокровища, не на земле, мы собираем себе сокровища на небесах, и оно будет нетленным. Никто его не украдет, и никто не нанесет ущерба. И эти сокровища в правильное время будут переданы из Божьих рук в твои и мои руки. Мне позарез нужны сокровища, мне нужны друзья, мне нужны единомышленники, мне нужна мудрость, мне нужно помазание, мне нужны ангелы Божьи, мне нужно помазание и слава Божья, и дары Святого Духа в течение всего года. Это те сокровища, которые хранятся на небесах, и когда ты делаешь угодное Богу, когда ты молишься и постишься, Бог собирает, и говорит, вот для этого дня я для тебя приготовил вот это благословение, оно пока не на земле, оно на небесах, а в феврале, когда вы будете в той-то стране, я приготовлю для вас такое благословение, о котором вы даже не мечтали, оно будет храниться не на земле, оно будет храниться на небесах, а в марте, когда будет вот такая-то встреча, когда будут вот такие вот мероприятия, я для вас на небесах уже заготовил, и ангелам сказал, не трогать, когда наступит вот это мероприятие, сокровища, которые я приготовил для этого человека, для этих людей на небесах, они будут отданы в твои руки. Я верю, что Божьи благословения, что Божьи помазания, что Божьи ответы, они уже планируются, они уже на полочках лежат для каждого отдельного, конкретного мероприятия, и Бог уже приготовил. И во исполнении этого пророческого слова сокровища, хранящиеся на небесах, однажды окажутся на земле в правильное время, в правильном месте, и с правильными людьми. Я думаю, тебе это позарез необходимо. Для каждого стратегически мыслящего человека ему необходима гарантия, что он будет здоров, что не подведет никакая система, что он должен быть там-то и там-то, и ангелы Божьи уже будут хранить нас на всех наших путях. Отметь, пожалуйста, эту важную истину, что во время поста и глубокого смирения перед Богом мы готовим себе сокровища, которые хранятся на небесах. Без этих сокровищ мы на земле будем несчастными и обездоленными, потому что всякое даяние доброе приходит с неба, от Отца всех детей. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Вы знаете, Бог на сердце смотрит. О чем твое сердце тебе сегодня говорит? Почему написано? Больше всего хранимого. Храни сердце свое, откуда источники жизни. Себя не обманешь. Что тебе снится, крейсер Аврора? Что тебе снится, дорогой брат и дорогая сестра? Когда ты утром встаешь, что восхищает тебя? Что в твоем сердце? О чем твое сердце? Поет, плачет, унывает? Где? С чем связано? Где сокровище? Там сердце всегда связано с сокровищем. Но почему-то вот есть такая штука наслаждение или удовлетворение. Если греховное удовлетворение, твое сердце связано с этим сокровищем. Если у тебя удовлетворение от Господа, ты эти сокровища ищешь, и твое сердце тяготеет туда, где сокровище, там и сердце. Я бы очень хотел, чтобы мы помышляли о горнем, а не о земном. Написано, помышляйте о горнем, а не о земном. О горнем, где Христос сидит одесную Отца Своего. Вчера было великолепное служение. Я думаю, вообще-то пост уже, эта программа началась вчера. Какие откровения об Иисусе? Такие откровения о нас самих. Потому что это наше самое главное сокровище. Кроме помазания, даров Святого Духа, кроме ангелов, есть самое главное сокровище, которое хранится на небесах. которое обозревает всю землю. Это сокровище в лице нашего Господа, Иисуса Христа, который говорит каждому из нас, без меня не можете делать абсолютно ничего. И моя молитва, и моя потребность ощущать его рядом с собой, это сокровище. Каждый день. чтобы, когда ты говоришь слово Иисус, Дух Святой, Отец Небесный, чтобы это звучало почти как имя твоего возлюбленного, чтобы, говоря это имя, ты слышал внутри себя не просто какие-то эмоции, но ты ощущал, что жезл твой и посох твой, они успокаивают меня, ты держишь меня за правую руку, мое сокровище. Это драгоценный Господь Иисус Христос. Конечно, Он святой. И Он говорит, будьте святы, потому что Он свят. Я думаю, что сегодня хорошая остановка. Как кто-то пел в своей песне, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и за них не слышно никому, своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, а думали, что мчимся на коне. А сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Наша молитва, что все иллюзии о самих себе, они развеялись. Мало ли, о чем ты думаешь. Нам нужно знать, какова реальность нас окружает, и мы не хотим бегать по кругу, думать, что мы на коне. Мы хотим знать, что реальный Христос держит нас за правую руку и ведет нас к реальным целям для того, чтобы вокруг этот мир поменялся и этот мир изменился. Я абсолютно вижу эту гармонию между состоянием церкви и состоянием города. Казалось бы, если народ мой смирится, я исцелю их состояние физическое и духовное. нет, меняется церковь, меняется земля, я исцелю их землю. Тот бардак, который происходит сегодня у нас в Сайме, он нуждается в сверхъестественном божественном вторжении. И Господь говорит, они сами никогда в жизни ничего не решат, если церковь на земле не свяжет, не будет связана. И что она разрешит, то будет разрешено. Вот почему и на этой неделе мы будем молиться и просить Господь восстань и пусть рассеются все враги и пусть все ложные боги исчезнут с лица земли. Господь, наведи порядок, но в первую очередь в церковь, как написано в церкви, как написано вошел Христос в Иерусалим и в храм. Для того, чтобы поменять что-то в Иерусалиме, необходимо навести порядок в храме. И когда он вошел в храм, о Боже мой, он начал наводить порядок. Наверное, вот в этот вечер пусть Господь совершит этот порядок. Пусть он все, что ему не нравится в нашем сердце, пусть он выгонит, пусть он уберет. И не мешай Господу очистить твое сердце. Не мешай Господу очистить твое сознание. Потому что, когда храм превращается в вертеп разбойников, соответствующая зеркальная картина происходит и вокруг. Иерусалим превращается в вертеп разбойников, когда храм превращается в вертеп разбойников. Но когда Господь наводит порядок в Божьем храме, то из-под порога храма будет течь живая вода, и воды моря будут делаться здоровым. Я убежден, что состояние церкви определяет состояние окружающего нас общества. Поэтому мы будем сегодня молиться и говорить Господь, измени меня. Была такая хорошая старая песня. Я думаю, пора бы вспомнить. Измени меня, измени меня, чтобы я смог сделать то, для чего ты меня призвал. Измени меня. Вы помните эту песню? Амин. Пусть это произойдет. Измени Господь, преобрази все, что отжило, все, что не нужно, все, что тебе не нравится, убери, вычасти. Там написано, что Господь даже не позволял какую-то постороннюю вещь пронести через этот храм. И когда приступили к нему хромые и слепые, Господь исцелил всех. Я здесь вижу, друзья, эту зависимость и взаимосвязь, когда храм превращается в вертеп разбойников, когда церковь перекрадет, перестает соответствовать своему предназначению хромых и слепых становится больше и больше. Почему хромые? Потому что слепые, потому что они не знают, куда идти. Но когда Господь открывает глаза и мы пойдем правильными путями, не будет хромых, потому что кто ходит во свете, он не спотыкается, а кто ходит во тьме, тот спотыкается. Господь, очисти нас и измени нас. Следующее место, следующее место это евреям, послание к евреям, это 12 глава, 12 глава и 14 стих. Это рекомендации во время поста, как мне кажется. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вы обратили внимание, что здесь святость как бы на втором месте, а на первом месте здесь старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Говоря о святости, мы не можем говорить о решении конфликтных ситуаций с нашими ближними. Старайтесь иметь мир со всеми. Здесь и написано добива, старайтесь, все, что от тебя зависит, все, что от меня зависит. Не знаю, вслух не буду говорить, сегодня такая встреча была классная, и мы имели мир, человек, который столько, я не знаю, критиковал новое поколение, сколько было скандальных статей, сколько было конфронтации против нового поколения в 90-х годах, этот человек сегодня пришел, мы поговорили, расстались, как самые лучшие друзья. Не потому, что мы стелимся или идем на компромисс, у них глаза открываются, и они уходят как друзья. Да, новое поколение в 90-х не такое, как сегодня, а вы как будто такие же, а? Все развиваются, и я в последнее время вижу вот этот качественный, уникальный момент, когда люди из враждебного лагеря смотрят в твои глаза, и что-то происходит, и Господь разоружает врагов и противников, Он перековывает мечи на орала, и, конечно, я не знаю, два часа, наверное, мы общались, я был так удовлетворен, так приятно было, когда братья сидели, разговаривали, беседовали, мы начали говорить о другом, третьем, четвертом, на самом деле, вы знаете, как вот потерять друзей любой дурак может, а приобрести врагов немногие могут, написано, старайтесь иметь мир со всеми, если возможно, с вашей стороны имейте мир, вы знаете, вот сегодня мы, когда будем молиться, вспомни людей, у которых с тобою затяженная гражданская война, на самом деле, может быть, есть повод после этой молитвы позвонить, встретиться, просто развязать все узлы, затем мир, он предшествует святости, старайтесь иметь мир со всеми, и вот тогда это как бы ступенька на эту платформу святости, с тобой уважают, и ты как представитель вот этого великого Бога, короче, я здесь вижу один такой, как бы сказать, такое правило, хочешь увидеть Господа, примирись со своим врагом, написано, помните, когда стоишь на молитве, когда ты стоишь на молитве, ты должен примириться или прощайте, потому что, если ты не прощаешь, но любое непрощение, оно как будто закрывает вот этот экран небесный, и ты Бога не видишь, а если ты прощаешь, примиряешься, ты поднимаешься на следующий уровень, и ты имеешь не только мир, но ты имеешь уже, как написано, святость, без которой никто не увидит Господа, война всех утомляет, затяжные конфликты, они мучают, они лишают тебя нормального и физического и психологического настроения, поэтому моя молитва, пусть Господь осуществит в нашем сердце этот акт разоружения, просто акт разоружения, Господь, помоги нам примириться с теми, с кем у меня был большой конфликт и большая проблема, слава Вышне к Господу, мир на земле и в человеках благоволение, пусть это происходит, дальше, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Здесь надо быть очень осторожен. Что такое благодать? Благодать – это хорошее отношение Господа к тебе, это тот депазит или те, тот кредит доверия, который Бог оказывает тебе, рассчитывая, что используя эти благодатные моменты, ты достигнешь успеха, ты развяжешь узлы, благодать для победы над грехом, благодать для того, чтобы примириться с ближними, благодать для того, чтобы исполнить то, что ты обещал, благодать для того, чтобы иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это когда ветер дует попутный, это когда у тебя удача, это когда то, что ты начинаешь, оно завершается, когда тебе говорят, ты в рубашке родился, а ты понимаешь, что это не рубашка, а благодать вообще работает, и ты понимаешь, что когда благодать с тобой, как апостол Павел говорит, что благодатью Божией я есть тот, кто я есть, и благодать Божья была нечетно принята. Я не использовал благодать, как отмазку для вседозволенности, я не использовал благодать для того, чтобы топтать других и поднимать свое достоинство или свое недостоинство, благодать для того, чтобы исполнить волю Божью, и вот эта благодать как божественный кредит доверия, что Бог благословляет, любит, что Он окружает Своей милостью, вот наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, она может быть, а ее может и не быть. По каким же причинам уходит благодать? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Вот это ревизия. Будь честен перед Богом и скажи, Господь, я так ценю Твоим присутствием, я так ценю Твоей любовью, я так ценю, что Ты до сего места хранил меня. Я так ценю тем, что когда открываю Слово Божие, Дух Святой мне открывает истину. Что когда я начинаю молиться, я не просто тарабаню или просто болтаю какие-то слова, что когда я молюсь, небо открывается. Это так ценно. Это так ценно. Вокруг люди паникуют истерят о благодать и мир Божий, который превыше всякого ума, делая Тебя спокойным, уверенным. Благодать. Цените благодать. И следите за тем, чтобы эту благодать как первородство никто из нас не продал за чечевичную похлебку. Следите за тем, какие корни возникают в нашем естестве. Чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Следите за тем, чтобы никакие причины не возникали между Тобою и Богом. Если ты видишь, что какие-то вещи в твоей жизни, они строят стену между Тобой и Богом, какой-то барьер, глухая стена ради отношений, ради любви с Богом, ради благодати, ради Его присутствия, выбросить из своей жизни все, что мешает. Горький корень. Сейчас будем молиться и мы попросим Бог, если какой-то горький корень есть, вырви его. Если есть какие-то привычки, если есть какие-то твердыни, если есть какой-то запинающий грех, если есть какое-то бремя, когда мы свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и будем проходить предлежащее нам поприще на пути к святости, без которой никто не увидит Господа, на пути к миру со всеми лежит честное исследование своего сердца. Господь, вырви всякие корни, вырви из нас все, что раздражает тебя, вырви из нашего сердца все, что не нравится тебе. И смотрите дальше, как апостол Павел рассуждает, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, как он желал наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Исаав, горький корень, блудник или нечестивый. Про Исаава какой там блуд? Оказывается, блуд духовный. Он имеет такую же опасную природу, как и физически. Исаав, когда у него возникла эта вещь, чем он не понравился, он был голодный, он пришел с охоты. И Исаав и Яков предложил ему честную сделку. Он знал, что Исаав старший и ему принадлежит первородство. А первородство это великая благодать. Ценишь ли ты своим первородством? Ценишь ли ты этими бонусами, которые во Христе Иисусе Бог дал тебе? Никогда не жонглируй святыми вещами. Никогда своим призванием не козыряй. Никогда его не обесценивай. Никогда его не дешеви и не бросай в грязь. И когда Яков второй сын, когда он второй вышел и по праву первенства принадлежало Исааву, и тогда он говорит, написано, что возлюбил благословение, оно и пришло на него. Возненавидел благословение, возлюбил проклятие, оно и пришло. Каждый из нас тяготеет, где сердце, там и сокровище. И когда Яков спросил, отдашь ли ты мне свое первородство, а я тебя накормлю. Есть такие экзамены невзначай, форс-мажорные, которые могут пройти в следующем году. Никто не подготовлен был, просто невзначай произошло стечение обстоятельств. И налегке, так легкомысленно, и так глупо, и такой горький корень был у Исаава. Да что мне до этого первородства. я есть хочу. Мы иногда думаем мелочи, мало ли что я сболтнул. Следи за тем, что уходит из твоих уст. Никогда не отзывайся легкомысленно о церкви, о помазании, о первородстве. Казалось, ну что тут такого? Они поговорили между собою, а Господь следит. Дорожишь ли ты этой благодатью? Дорожишь ли ты этим первородством? Дорожишь ли ты этим помазанием, когда тебя пытаются сказать оно наравне с этой похлебкой? И когда Бог видит, что этот Исаав эту благодать первородства бросает просто за какую-то тарелку супа, Господь говорит, нет, он этим не ценит, тогда оно будет принадлежать тем, кто этим будет ценить. И дальше страшный момент. Казалось бы, слезные молитвы могут все поменять, да не все. Когда он понял все, когда все это прошло, написано, что Исаав со слезами горючими умолял отца, отец, я сделал глупость, я сделал такую абсурдную ошибку, прости меня, он не смог переменить мысли отца. Уважаемые друзья, небесные сокровища важнее земных сокровищ. успех Царства Божьего нельзя сравнить ни с каким успехом на земле. Дорожи этим помазанием, храни свое сердце, цени тем, чем ценит Бог. Храни то, что тебе дал Бог. Пусть это первенство, это благодать нам 30 лет, поймите, друзья, в этом году 30 лет вы увидите своими собственными глазами, что Бог исполнит всякое пророческое слово, которое вот за эти годы звучало, у Бога не останется бессильным никакое слово. Амин. Следующее место, это Исайя. Исайя 58 глава. Драгоценный Дух Святой на этом месте. Он сегодня здесь. И вот 6 Исайя 58 6. Вот пост, который я избрал. Есть пост перед людьми, есть пост перед Господом. И здесь дается инструкция, что мы сегодня вечером должны сделать. На самом деле Бог дает нам свои подсказки. Я думаю, Дух Святой производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Я не знаю твоей души, как говорится, чужая душа потемки. Для человека да, но для Бога нет секретов. Поэтому Бог, я думаю, в этот вечер нажимает на какие-то клавиши твоего сердца. Он дает тебе вспомнить какие-то жизненные обстоятельства, какие-то имена и фамилии. Я думаю, что и Бог дает тебе не только хотение что-то сделать, но и энергию или силу осуществить это желание. И вот дальше мы читаем. вот пост, который я избрал. Это говорит Господь. В первую очередь разреши оковы неправды и развяжи узы ерма. Угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. в первую очередь разреши оковы неправды и развяжи узы ерма. Всякая неправда есть грех, ибо эта правда налагает ермо либо на твою шею, либо на шею человека, которого ты обманул. Разрежи узы неправды. Если ты где-то врал, если ты кого-то обманывал, если где-то имела место неправда, покайся. Всякая неправда есть грех, а любой грех требует покаяния. Всякая неправда ты обещал Богу. потом объяснил как-то по-своему. Ты обещал другу, и все получилось иначе. Ты обещал жене, и опять что-то не так. Неправда рождает рабство, а правда приносит свободу. Я уже молчу про деньги. Господи, это такая взрывоопасная тема, когда люди обманывают друг друга, чтобы заработать. Никогда в жизни не строй свои заработки на неправде. Эти деньги не принесут тебе благословения. Тебе принесут деньги, тебе принесут благословения те деньги и те сокровища, которые Господь даст тебе. И тебе не надо крутиться, изворачиваться, обманывать подставные документы. Вы знаете о чем? Ты занял деньги, и ты не вернул. Но ты верни хоть сколько-нибудь. Но как понимать полцеркви друг другу, я не знаю, позанимали, не отдавали, и друг друга ненавидят, потому что этот год никто никаких денег не вернул. Если у тебя есть деньги, не надо говорить, что за давностью лет это все закончилось. Если есть возможность вернуть долги, пожалуйста, верни долги, и Бог тебя благословит. Разреши узы неправды во всех сферах жизни, даже в служении. Ты обещал служить, ты обещал исполнить вот эту работу и ту работу, и на тебя рассчитывали, но сколько раз эта неверность, покрытая неправдой и обстоятельствами, объясненными, с какой-то очень точной, я не знаю, какой-то рациональной точки зрения, рождает угрюмо, рождает эту угрюмую картину неудовлетворенности, развяжи узы неправды. Не надо придумывать себе или манипулировать, но все, что Дух Святой тебе сейчас подсказывает, все, что Дух Святой тебе открывает, сделай это. Если Господь дает инструкцию и говорит, вот пост, который я избрал, всякая неправда есть грех. В другом месте написано, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Если кто-то сплетничает, если кто-то распускает слухи, если кто-то клевещет, уйди от этого человека. Потом выяснится, что оказывается, на самом деле эта ситуация выглядела не так, как тебе преподнесли. Это ермо, это позор, это разрушение обстоятельств. Друзья мои, мне что хочется сегодня в этот вечер посоветовать каждому, я сам себе говорю, давайте защищать достоинство и честь тех людей, которые находятся рядом с нами. Давайте защищать ближних своих от всяких склок, от всякой клеветы. Даже если же тебе что-то достало, почему ты никогда не подходишь к человеку, о котором тебе что-то сказали, но ты за спиной этого человека с десятью человек уже перемыл все кое-то. Так нельзя. Если ты на самом деле беспокоишься и тебя это волнует, подойди к этому человеку, обними его и скажи, слушай, если у тебя есть проблема, я хочу вместе с тобой помолиться, чтобы эта проблема решила, давайте перейдем на другую платформу решения этих проблем. Из-за того, что ты десяти человекам рассказал все, чем болеет этот человек и какая у него проблема, ты не решил проблему, ты усугубил ее. А мы питаемся этой негативной информацией, и это вкуснее тысячу раз, чем когда говоришь, слушай, он такой молодец, у него сейчас такой успех, давайте эту практику оставим в прошлом году, давайте защищать друг друга, давайте благословлять друг друга, давайте помогать друг другу, потому что каким судом судишь, таким судом ты будешь осужден. Только что судил, топтал, завтра ты на эти же грабли наступишь и будешь так же рассчитывать, чтобы тебя поняли, чтобы тебя благословили, и чтобы любовь покрыла множество грехов. Чувак, ты вчера не покрывал эти грехи, а всем светил, знаете, вот кем является то, прекратите трясти грязным бельем, это не, это недостойно, это непростительно, так поступают только враги, мы братья и сестры, мы в одной семье, мы способны решить любые вопросы, старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа, если ты хочешь обличить кого-то, цель увещевания есть любовь от чистого сердца, нет любви, закрой свой рот и отдай эту проблему Богу, тебя никто не нанимал здесь судьей или адвокатом, отдай эту проблему Богу и молись, Бог, реши этот вопрос, но не надо усугублять проблемы, мы призваны к тому, чтобы благословлять, решать и развязывать эти узлы, амин, Господи, защити нас, развяжи узы ерма, узы неправды и узы ерма, и дальше, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, что такое угнетенных отпусти на свободу. Угнетенных. Угнетенных отпустить на свободу могут только те, кто его до этого дня угнетали. Ты никогда не сможешь угнетенного человека кем-то отпустить на свободу, хотя иногда и бывает это так, но, по крайней мере, через практический этот момент мы, конечно, можем в чужие конфликты входить и говорить, но ты не обижайся на него, он такой козел, он такой тупой, он вообще ничего не понимает, что ли, урод такой, не слушай ты его все, вряд ли ты его отпустишь на свободу в обиде и в глубоком огорчении на этого человека, пока этот человек сам не придет и скажет прости меня вообще, я просто тот, кто создал угнетение, только он может по-настоящему этому человеку подарить счастье и свободу. Амин. И если, а что такое угнетение? Это не прощение. Я знаю, что когда непрощение висит над тобою, ты самый угнетенный человек. Кто-нибудь из вас переживал такое? Тебе нужно прощение и забыть это все. А тебе каждый день это напоминают, а тебе каждый день говорят, что вот ты вот здесь был такой. Это сумасшествие, это угнетение. Непрощение это состояние сумасшедшего гнета. Прощение это когда ты этих угнетенных отпускаешь на слово «Я прощаю». Все. Все договорились. Прости и отпусти и разлежи всякое ирмо. Я благодарю Бога. У меня в начале года была такая напряженка со многими служителями. Это было после конференции это была как будто бесовщина. Как будто вторая конференция началась. Я вдруг слышу такие сумасшедшие вещи, что за спиной какие-то встречи собираешь. Я слышу какие-то вещи вот такие как будто Бог мне дает слышать, что там говорят. Это безумие, это абсурд. И только когда ты лично с этими людьми поговорил и ты понял и разобрал, гнет пропадает только тогда, когда тот, кто создавал этот гнет, он его раскрывает прощением или мудрой беседой или просто перед Богом какой-то совместной молитвой. Братья и сестры, мне надо сейчас напрягать мозг, кто же это был? Все. Про себя подумай. Я вижу по вашим морщинам на лбу, так, 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 так. И сейчас я расскажу это. Это я про себя говорю вам расскажи. У тебя у самих хватает этих проблем. Отпусти измученных на свободу, пока ты сам не попал в эту темницу. Амин. Так хочется, чтобы какая-то атмосфера простоты, искренности, любви, она вернулась в новое поколение. Чтобы, когда мы приходили сюда, все чувствовались, как в одной большой благословенной семье. Амин. Отпусти измученных на свободу. На самом деле непрощение мучает. И пусть это мучение завершится. Дальше. Седьмой. Раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Седьмой стих. Конечно, это не для поста. Разделись с голодным хлебом. Скажешь, хороший стих седьмой. Сегодня вечером я постараюсь найти кусочек хлеба и разделить его с голодными людьми. Вы понимаете, здесь речь идет о милосердии. Если у тебя избыток, а у кого-то есть недостаток, я думаю, что само милосердие, оно приносит великую благодать и великую милость с голодным хлебом. Я честно скажу вам, что я просто преклоняюсь перед этими смелыми людьми, перед этими героями и героинями, когда имея своих собственных детей, муж и жена соглашаются адаптировать и усыновить еще каких-то детей из этих несчастных семей. Они брошены. Они, я не знаю, они никому не нужны. Здесь, когда собачка одна брошена, и то жалко становится, а здесь человек. И когда я выхожу, иногда в фойе и смотрю, стоит отец, и вокруг него четыре, прямо одногодки. Думаю, как ему удалось родить их всех в один год. Прямо я смотрю, как он берет их на руки. Я смотрю, как женщины, которые адаптировали, я не знаю, я честно говоря, понимаю, что для меня это было бы, я не знаю, неподъемная ноша, каждому, наверное, свое, но я честно хочу сказать, я честно хочу сказать, Рит, вот таких женщин, как ты, Бог будет поощрять и благословлять так, что ты еще не представляешь. Так, как вы сделали одному из малейших сих, Господь говорит, вы это сделали мне. Спасибо вам за ваше мужество, за вашу любовь и за то, что в этой стране добра, благодаря вам, становится все больше и больше. И в лице Риты благодарю всех, кто именно участвует в этой проблеме адаптации детей. Спасибо вам. Это великий героизм. Это великий героизм. На самом деле. И дальше мы читаем очень интересно, та награда, про которую мы с вами говорили. Какая же награда? Какие же сокровища, хранящие на себя на небесах, Господь уготовил для тех, кто дает заявки. Пост это заявка на те сокровища, чтобы они вовремя могли принадлежать нам. И вот здесь мы сейчас прочитаем, что когда мы выполняем эти достаточно несложные, ну, может быть, не совсем сложные, но тем не менее, инструкции гарантированный ответ. От единокровного твоего не укрывайся последнее. Берегите родственников. Восьмой стих. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Я рассчитываю на это. Я рассчитываю на то, чтобы исцеление, процесс исцеления, который где-то имеет место, чтобы он возрастал и завершился. Я хочу, чтобы правда пошла перед тобою. это справедливые вещи, это есть божественная справедливость и слава Господня. Когда ты идешь, и слава Господня сопровождает тебя, десять человек схватятся и скажут воистину с вами Господь. Я верю в награду, я верю в преображение личности, я верю в преображение церкви, я верю в сверхъестественное вторжение Святого Духа в нашу судьбу и в наши кардинальные перемены. Давайте закроем глаза и позволим Святому Духу пройти в наше сердце. Все, что Он сейчас совершает внутри нас, это Его работа. И все, что Он тебе говорит, осуществляй это. Если Господь напоминает тебе человека, с которым нужно разрешить скандальные конфликтные вопросы, молись сейчас и скажи Господь, дай мне эту способность, чтобы я мог исполнить твою волю. Если какой-то грех или какое-то беззаконие запинает тебя, не променяй свое первородство за чечевичную похлебку и скажи Господь, вырви из меня этот горький корень. Следите за тем, чтобы не лишиться благодати. Если есть благодать, храни ее, защищай ее, благословляй, чтобы никакой дьявол не похитил. Крамен и ленгру соджи маха. О Господь, сердце чистое сотвори и дух правый обнови внутри. Пусть все измученные выйдут на свободу. Разреши все узы неправды. Я прошу Тебя, всякая ложь, всякая неправда, она будет разрушена и уничтожена. Благослови и уничтожена. Субтитры создавал DimaTorzok Молись на языках, молись на языках, Дух Господень объединяется с Твоим Духом и происходит эта глубокая молитва, молчание ничего не изменит, перемены совершает молитва, а молитва это взаимодействие человеческого Духа и Святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть рушатся все барьеры Молитвы наречаются Пусть рушатся все барьеры Субтитры создавал DimaTorzok Пусть рушатся все барьеры 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 Я благословляю во имя Иисуса Тех людей, которых я обидел Я благословляю, прощаю Прощаю тех, кто меня обидел Во имя Иисуса Христа Пусть там, где была война Будет мир Божий Который превыше всякого ума Церковь возвышает свой голос Это дом молитвы Это не дом молчания Это дом молитвы А значит дом ответов Божьих Мы церковь твоя Мы укрепляемся тобой Ты изливаешь на нас Благоволение твое О, научай нас Будрости твоей Просвещай разум наш О, мы сбрасывали Мы сбрасываем Мы сбрасываем Себя Всякая ига И всякий запинающий нас грех Во имя Иисуса Христа Мы разрушаем По Слову Божьему Которое говорит Что свяжет церковь на земле То будет связано На небе Что разрешит Церковь на земле Это будет разрешено На небесах Мы связываем Всякую злобу Всякую неправду Всякий дух нечистый Всякую похоть Всякую мерзость В глазах Божьих Всякую злую волю Мы связываем Во имя Иисуса Христа И мы просто разрешаем Приглашаем Взываем Пусть эти небесные сокровища Ох Бог Отец Мы приходим сейчас К престолу Благодати Твоей Для получения Благовременной помощи Чтобы Твое Сверхъестественное знание Твоя мудрость Твоя благодать Наполняли нас Ты наполняешь Нас собой Ты созидаешь Нас Образ Свой Ох 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 Дух Человец Глубокие воды Но мудрый Вычерпывает их Бог Отец Пусть Все что прокисло Пусть Все что потеряло Свежесть Пусть Все что Было Принято Нами Ошибочно Пусть Все что не От Тебя Пусть В эти святые дни Которые Мы отделили И которые Ты Освещаешь Своим Присутствием Пусть Это все Будет Просто Убрано Удалено Стерто Кровь Иисуса Христа Она Течет Она Течет Она Устраняет Всякую Слабость Всякий Страх Всякий Запинающий Тебя Грех Всякое Неверие Всякое Сомнение Ох Бог Отец Ты Соделываешь Нас Ты Совершаешь Нас Твоя Глубина Твоя Прозорливость Твоя Святость В присутствии Твоем Мой Дух Освещается В присутствии Твоем Моя Душа Очищается В присутствии Твоем Твоё Тело Исцеляется Ох 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 Эли Рили Ох Ты Насаждаешь Нас Себя Нам Надвижит Умолятся О Тебе Возраст ты созидаешь нас образ свой, ты наполняешь нас собой, чтобы мы могли идти в этот мир и совершать то, для чего ты нас призвал, чтобы рушилась, рушилась, рушилась в сердцах и умах, это дьявольская ложь, чтобы все нечистое, оно просто было вырвано, вырвано с корнем из этой земли, из каждого удела, из каждого удела, который Бог дал тебе, он будет искореняться, искореняться, это нас сожжетное врагом, Бог выслал, выслал ангелов своих, они уже возле тебя, позволим, позволим в силе Духа Святого совершать ту работу, для которой они посланы Богом в твоей жизни, в твоей судьбе. Это год апостольского повозания, это год единения вокруг Божьих откровений, вокруг откровений святых, вокруг того, что Бог нас садил на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все преграды, которые мешают нам двигаться дальше, Дух Святой, мы просим тебе, открой, покажи нам, что должны оставить, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро и Честь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро и Честь Субтитры создавал DimaTorzok Измени меня Измени меня Измени меня Измени меня Что бы я смог сделать то, для чего Ты меня призвал Измени меня Чтобы я смог сделать то, для чего Ты меня призвал. Измени меня. Поднимите руки. И даже если служение сейчас завершится, Дух Святой, не завершай своей работой, когда мы будем дома. Продолжай работать в наших сердцах. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть могущество Твое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Халилюйя! 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 И давайте вместе скажем. Приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в моей жизни посредством единого Иисуса Христа. Ему надлежит царствовать. Да коли все враги не будут положены в подножье ног Его, последний же враг, истребится смерть. Амин! 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 Аллилуйя! Присаживайтесь. Итак, друзья, поздравляю вас. Первый день прошел. И я благодарю Бога за то, что небо так открыто. За то, что драгоценный Дух Святой и Его благодать, она сопровождает нас. Поэтому поздравляю вас. Первый день завершился. И завтра в это же самое время мы снова соберемся в 6 часов, не спрыгивая с дистанции. Бог будет работать. Когда будешь молиться, пусть вот это слово, пусть это благодать, она работает внутри каждого из нас. Все хорошо себя чувствуют. Плохо чувствующих нету. Все, поздравляю. Есть объявление? Все, объявлений нет. Завтра на этом же месте встречаемся. Будьте благословены. С Богом!